Всем привет! А вы знаете, что лишний вес – это проявление одного из недомоганий из-за недостатка сна? Как связаны с сон и похудением? Сегодня об этом и говорим. Когда люди мало спят, уровень сахара в крови повышается, равно как и активность симпатической нервной системы. Соотношение уровня грелина и лептина, гормонов которой соответственно подавляют либо возбуждают аппетит, изменяется в пользу переедания. Сон поддерживает стабильный уровень кортизола, а недостаток сна увеличивает выработку кортизола. Это гормон стресса, который разрушает мышечную ткань. Одной из самых распространенных причин, по которым сон не идет, является переедание на ночь. Слишком тяжелая пища и перекусы увеличивают уровень инсулина и вместо отдыха организм занимается перевариванием еды. Вот почему важно, чтобы ваш последний прием пищи был за 2-3 часа до сна. На ужин желательно кушать легкую белковую пищу. В ней содержится трептофан, важная для крепкого сна аминокислота. К тому же белок способствует восстановлению мышц, от чего напрямую зависит похудение. Что же можно съесть перед сном без вреда для фигуры? Не поправиться помогут следующие продукты. Отварная рыба или курица, морепродукты без специй, отварные яйца, тушеные, отварные или запеченные или свежие овощи, кроме картофеля. Нередко, кроме поздних перекусов, к качественному сну мешает просмотр телевизора, интернета и общения в социальных сетях в вечернее время или ночью. Потребляя слишком большой объем информации, человек стимулирует такие гормоны, как дофамин и норадреналин. Поэтому он долго успокаивается и настраивается на отдых. Распространенной ошибкой в составлении режима дня является поздний отход ко сну. Полуношники столкнутся с такой проблемой, как нарушение обмена веществ. Естественное увеличение уровня кортизола начнется в 2 часа ночи. И если ложиться в это время, то происходит возрастание аппетита. Для эффективного похудения оптимальным выходом будет начинать отдых в 10-11 часов вечера. Вот все просто. Спите и худейте. С вами была Светлана Никитчук. Встретимся в следующем выпуске Еда и Я. Всем пока!